Всем привет! Сегодня мы поговорим о Турции, о определенном моменте, о проблемах, которые не заканчиваются. Обычно это вообще проблема летнего сезона. Очень часто такие истории происходят, и они везде в соцсетях. Есть историй, их очень много. Я за эти все годы здесь в Турции такого наслушалась, насмотрелась и показывает это и по телевизору, и в соцсетях, и всяко-всяко-разно это все подсвечивается. Сейчас я вам прочитаю новость, которую я увидела в интернете, и затем мы ее обсудим. Я просто как житель, который здесь живет, существует, знает менталитет людей и так далее, хочу просто поговорить на эту тему, это разобрать. Может быть, кого-то предостеречь, вообще пообщаться на эту тему, тема очень важная. Итак, новость. Сотрудник турецкого отеля изнасиловал москвичку вместе со своим братом. Женщина отдыхала в Анталии с мужем и ребенком. Я когда этот заголовок прочитала, у меня уже вот такие вот глаза были. Продолжаем. Вернувшись с отдыха обратно в Россию, женщина обратилась в полицию и написала заявление об изнасиловании сотрудникам турецкого отеля. Она рассказала о том, что один из работников предложил вернуть часть денег за проживание в связи с незапланированными ранее отъездами. И пригласил ее поздно вечером на берег озера, которое расположено недалеко от отеля в Анталии. Однако на месте встречи сотрудник отеля ждал ее уже не один, их оказалось двое. Мужчины вместе со своим двоюродным братом накинулись на девушку и изнасиловали ее, несмотря на то, что в отеле ее остались сдать муж и ребенок. Туристка пробовала обращаться в турецкую полицию, однако там ее заявление не приняли. Вот это тоже меня очень удивило. Я сразу говорю, что я никогда, и считаю, что это правильно, нельзя говорить, что жертва сама виновата, не так дошла, не так одела юбку и так далее. В любом случае, какой-либо вот этот акт насильственного действия, это выбор человека-насильника, я имею в виду, да, то есть эти действия никто не имеет права насильно что-либо делать к другому человеку, по отношению, и, кстати, к животному в том числе, да, к людям, вообще к живому существу, назовем так. Это выбор вот этого человека, то есть вступать вот на криминальную дорожку, отдавать отчет своим действиям и так далее. Но у меня, когда я читала эту новость, возникли очень многие моменты, и когда я начала в голове это прокручивать, рассуждать на эту тему, поняла, что у меня есть желание вам видео об этом же с вами поговорить, записать. Я просто поняла, что я рассуждаю, наверное, как вот такой неграмотный, неправильный человек, который говорит типа а-ля сама виновата. Но я не хочу скатиться до этой позиции, и сразу заранее говорю, что я так не считаю, жертва не виновата в том, что произошло. Я хочу обсудить моменты, которые меня насторожили в этой новости, и как вот здесь живя, возможно, дело в менталитете или еще в чем-то, я бы сказала, что не окей, не нормально, и на это нужно обратить внимание, и так, например, делать нельзя. Но опять повторюсь, я не обвиняю человека, не говорю, что она там виновата и так далее, окей? Просто, понимаете, ругая жертву, уж да говорю, то мы не то, что поощряем, мы, скажем так, придаем немножко нотку типа нормальности вообще, чтобы произошел факт насилия, агрессии. Нет, это, блин, ненормально, этого не должно быть. И не важно, ночью идешь в короткой ты юбке или возле маньяков и так далее, не важно. Так делать не должен, это должно быть наказано. Так что никакой вины и всего прочего, за тех турок в этой новости я ни в коем случае не снимаю, и они должны быть наказаны. Итак, про сотрудник отеля. Я вообще поразилась, что почему они решили раньше съезжать с отеля в связи с ранним планированием раннего отъезда. Он пригласил ее поздно вечером на берег озера, типа, видимо, поговорить на эту тему. У меня вообще вопрос. Если вы общаетесь, скажем так, арендодатель, директор отеля или еще кто-то, и вот посетитель, какие-то личные вообще общения могут быть? Это решается в офисе, в отеле. А если ты едешь с туроператором, через туроператора вся эта. То есть, видимо, это самолично люди заехали и так далее. Но в любом случае, у тебя где муж? Почему он не решает эти вопросы? Почему жена этим, скажем так, об этом решила договариваться, если это вообще так было? Возможно, эта женщина увидит мое видео и будет неприятно слышать какие-то рассуждения. Я заранее за это извиняюсь. Но вообще в Турции не принято, чтобы женщина решала какие-либо подобные вопросы. Это решается, с мужиком общается. Не женщина с мужчиной, если что. Вообще сам абсурдность вообще, вот этот бред, уйти у озера, о чем-то говорить. Что, простите? Здесь меня очень сильно настораживает вообще преподнесение этой новости от этой женщины. Здесь очень много недоговоренности. Если ты знала, по сути, на что идет. Вечером поздно у какого-то озера тебе это называется свидание. У тебя в отеле есть муж и ребенок. Если это действительно вопрос вашего там расселения и так далее, назовем так юридический вопрос, это решает муж или вы вместе. Ты одна никуда не ходишь, тем более вечером. Важный второй вам пункт. Почему турецкая полиция не приняла заявление? Я вот как здесь человек, живущий, вам сразу скажу, что заявления здесь принимаются. И неважно, иностранец это или гражданин страны. Здесь, ну, не прямо, что тоже палочная система, она тоже здесь есть. Я сама обращалась в полицию. У меня была кража. Мне никого не нашли. Я больше скажу, мне кажется, никого не искали на самом деле. Это очень повседневно, рутинно. Но мне мое заявление приняли. Со мной общались, показания там всякие записывали и так далее. Хоть это, назовем так, сошло на тормоза и так далее со временем, но отторжения при походе в полицейский участок у меня никакого не было. Это мой личный опыт. Я прекрасно знаю, что здесь принимают, а потом могут не работать, не делать, заминать дело, но принять обязаны. Если так, как рассказывается в этой новости, представлена информация, полицейские должны были принять это к сведению. И вот смотрите, мы на месте полицейских, им рассказывают новость. Я пошла вечером на озеро встречаться с мужчиной. У меня, правда, там муж и ребенок в отеле сидят. А их оказалось двое, они меня изнасиловали. У меня сразу вопрос, как вот у человека здесь живущего. У тебя муж и ребенок? Почему ты куда-то пошла ночью с какими-то мужиками? То есть здесь уже априори идет разговор. Здесь, в этом менталитете, в этой стороне, ты знала, куда ты шла. Скорее всего, ты планировала вступить в какую-то связь с одним мужчиной, а их оказалось просто два. Скорее всего, мы еще же не знаем показать ни второй стороны, и просто так с незнакомцами на встречу не ходят. Возможно, у вас уже была какая-то связь до этого момента, скорее всего, лично, интимно и так далее. И это вообще-то тогда по обоюдному согласию. То есть ты знала, условно, если он говорит ее оппонент, а мы с ней уже спали, она знала, куда идет. А мы вообще решили там, например, втроем собраться, встретиться и так далее. Он тоже может всего там придумать. Но сам акт против желания человека, конечно, это невозможно. Но когда ты идешь, ты же должен тоже понимать риски, которым ты себя подвергаешь. Я вообще в шоке с мужа, который дома в отеле, ну, дома в отеле с ребенком, куда твоя жена пошла? Тебе чего вообще неинтересно? Вообще, какой уровень вообще общения в этой семье? Любви в кавычках, что друг на друга наплевать и так далее. Так что вот это отклоненное заявление полицейскими, что они его не взяли. Я здесь могу практически со стопроцентной уверенностью, живя здесь на этот менталитет, сказать, что эта информация в новости предоставлена очень однобоко. Здесь что-то утаяно. И если бы это было какое-то там несогласованное, это было нападение, не обоюдное, да, несогласованное, в том плане не обоюдное желание сторон, это бы заявление приняли. У них здесь нет никаких проблем с статистикой, там типа вот, многие иностранцы могут подумать, так это же иностранка, она скоро уедет, этим заниматься не будет и так далее. Скорее всего, нет. Здесь это не работает. Здесь такая же система, им тоже нужна раскрываемость и так далее. То есть то, что полиция не приняла заявление, это не какая-то расхлябанность, или они встали на сторону своего местного жителя, нет. Здесь, скорее всего, не так предоставлена информация, не в полном объеме. И какие-то моменты здесь, которых мы не знаем с вами, указывают на то, что это было, скорее всего, что-то там а-ля обоюдное. Ну и плюс еще, извините, женщина, которая идет непонятно с кем куда-то вечером на встречу при, скажем так, живом муже и ребенке, не располагает, конечно же, к себе, доверие, назовем так. Это очень-очень странная история. Меня это очень много оставило вопросов различных к конкретике, к информации, которая предоставлена. Я там такие пробелы вообще. Не может так просто полиция отказаться, не принимать заявления. Если мы берем вопрос вообще о вот этого морального поведения, в отелях склонения к чему-то, преследования, я знаю таких много историй. Честно скажу, не обязательно нужно крутить попой, флиртовать прям очень открыто, чтобы у тебя там приставали какие-то в отеле. Я вам честно скажу, что пусть на меня обидятся сейчас многие жены, девушки, кто встречаются с отельными сотрудниками и так далее. Если вы здесь поживете какое-то количество лет, не хочу, чтобы это выглядело как-то, да, там типа снобизмом каким-то, нет. Это просто про опыт и практику. Пообщайтесь с местными настоящими, назовем так турками, вы поймете, что отель, сезонная, непостоянная работа, без супер какого-то набора документов в отель может пойти любой. Практически любой человек с улицы прийти работать. Это сезонно и очень часто это бедные слои населения, у которых проблемы с воспитанием, с культурой, с уровнем социальным. Это большинство, не говорю, что все, это большинство. Это неквалифицированный труд. Это, к сожалению, так. У моего мужа есть друг, партнер по работе, у него есть бизнес, у него есть сын, которому было 19 лет, который связался с плохой компанией, употреблял какие-то легкие наркотики, он его, скажем так, заподозрил. Но несколько раз он приходил домой пьяный с запахом перегара. У него были подозрения, что он какие-то там что-то курит, короче. В общем, папа его устроил к своему другу в отель в Анталии на лето, чтобы вытащить из этой компании, скажем так, проучить его как наказание. Работать в отеле, там, аниматор, у него это было наказание. Мальчик взвыл через месяц. Ну, домашний, комнатный, обеспеченный мальчик, естественно. Ему это было тяжело, работать без денег, он просто отвез его, бросил там, короче, и без документов, кстати, если что. Им одеваться просто, блин, пацану некуда было. И он тогда папа там просил прощения, короче, подумал над своим поведением, папа его оттуда забрал. И кто идет, скажем так, туда работать, на эту тяжелую работу, им, что там нет нормальных людей, или там все только по нужде работают. Но очень большой контингент там невоспитанных, грубых, деревенских, которые в глаза женщину не видели, простите, каких-то ее там прелестей и так далее, наглых, бессовестных, незаконно послушных. И это очень большой процент людей. Так вот, крутить попой перед такими, ходить знакомиться, это очень опасно и чревато, потому что этих людей нет границ. И, к сожалению, в силу воспитания здесь взглядов, особенно этих людей, когда они из маленькой деревни, где там женят на двоюродных, троюродных и так далее, откровенность женщины, для них это все, как бы зеленый свет. Делай, что хочешь, она не против, она сама провоцирует. И ваши какие-то флирты, пофлиртовать и типа не допустить до своего тела, не допустить, как знак стоп, не рассматривается. Она флиртовала, значит, можно. Она для вида сейчас сопротивляется, она кокетничает. Ваши стоп, нет, отказ не рассчитывается, не считывается, не распознается, как ограничение, как остановись. Это рассматривается как преодоление, как в этом случае, скорее всего. Да я еще и друга приведу, или там родственника, или еще кого-то. Может, тогда ты будешь довольна и скажешь да. И когда она опять отказывает, ну, блин, пошло насилие. Поэтому истории очень много каждый сезон о всяких приставаниях, там, насилии и тому подобном, подобном. Единственное, что работает с такими, знаете, твердолобами, невоспитанными, грубыми, неуважающими границами, мужчинами, людьми вообще, мат. Если вам не нравится ухаживание кого-либо, не провоцируйте его на себя, не общайтесь и прям матюками, откройте гугл-переводчик, наберите маты на турецком, не поленитесь, и вот так общайтесь. Нечего бояться. Это, как правило, отмазка. Вы гость, а это человек, обслуживающий вас персонал. Если вы пожаловались директору, или это сам, например, директор отеля, не работает история, продолжаются какие-то притеснения на вашу свободу, сексуальность и все прочее, идите сразу в полицию. Пишите заявление, что до вас домогаются, проходы не дают. Вам никто не мешает, не останавливает это сделать в полном праве. Только вопрос, вам это надо? Хотите вы это ввязываться или нет? Или, может быть, в эти ухаживания вам и приятны? Вот это уже другой разговор. Если вам такие внимания и ухаживания приятны, то здесь вы, простите, считаетесь принимающими эти ухаживания, открывающие зеленый свет и говорите, окей, так можно. Я не против. Ну вот и все, вас продолжают преследовать. Поэтому девушки, если вам не нравится ухаживание и не доводить до вот таких новостей ужасных, отвратительных, они ужасно поступили, их нужно наказать, они должны сидеть в тюрьме. То, пожалуйста, если вам это не нравится и вы такого результата не хотите, посылайте. Будьте более грубыми, например, ничего с вами не случится. Чего вы боитесь? Как правило, это очень часто отмазка. Я боялась, а в другой стране, а как скажут, полиция есть в конце концов. Здесь законы работают, обращайтесь в полицию. Но, пожалуйста, сами не провоцируйте к себе такого отношения, когда полиция, например, вам помогать не будет. Порассуждаем. Пожалуйста, прошу не оскорблять какими-то неприятными словами и так далее. Героиню, например, этих новостей, она может это посмотреть. В любом случае, заканчиваю опять циклично, что жертва все равно жертва. Нельзя жертву винить в том, что произошло, потому что ответственность за эти действия противоправные какие-то, принимает агрессор агрессор в итоге. И ты можешь быть идеально одет, не ходить в темное время и так далее, ты не знаешь, где ты попадешь на какого-то маньяка, насильника или еще кого-то. Но я сейчас просто поделилась с вами, назовем так, своим мнением, видением этой ситуации. Так что я вас всех призываю быть разумными, пожалуйста. Спасибо всем за внимание. В инфобоксе под видео всегда остается моя почта. Если вам нужна моя психологическая консультация, пишите туда. Спасибо за внимание. Всем пока.